Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 18 мая и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция общая нисходящая сохраняется, хотя вчера мы не видели обновления локальных минимумов. Я напомню, последнее минимальное значение было зафиксировано 16 мая по цене 1.1763. Для того, чтобы подтвердить продолжение снижения евро по отношению к американскому доллару, ближайшая цель – это уйти ниже минимумов, которые были 16 мая сформированы. Отмена данного сценария и предпосылки начала роста по данному активу сформируются в том случае, если мы увидим пробитие с начала отметки 1.1839 максимум в вчерашней торговой сессии, ну и более значимый уровень – это максимум, который также был 16 мая сформирован по цене 1.1854. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре британский фунт и американский доллар, я напомню, что вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 16 мая, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста. И данный сценарий остается актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 1.3449 максимум 15 и 16 мая. На текущий момент сейчас существенных изменений нет. Мы немного скорректировались вчера во второй половине торговой сессии, и пока британский фунт держится выше данного уровня, покупки сохраняются. Цели роста – это уход выше области сопротивления, которые находятся на максимальных значениях 10 мая, это отметка 1.3617. По паре американский доллар, канадский доллар на текущий момент покупки также сохраняются. Сегодня с утра мы видим уже торговлю выше максимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 1.2822. Напомню, что также мы не ушли ниже минимума 14 мая, отметка 1.2749, что пока удерживает нас в фазе восходящего движения с целями роста до 1.2999. По паре американский доллар, японская иена, здесь тенденция восходящая также сохраняется. Сегодня с утра мы видим уже обновление локальных максимумов. Следующая цель роста – это отметка 111.73. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях 16 и 17 мая. Это отметка 110.08. По паре австралийский доллар, американский доллар, общее направление нисходящее пока сохраняется. Вчера мы увидели закрытие ниже открытия. Для возобновления снижения с целями до 74.70 и 74.11 нам необходимо увидеть австралийский доллар ниже минимума вчерашней торговой сессии. Это отметка 74.97. В свою очередь, обновление локальных максимумов и уход выше уровня 75.66 вернет нас к покупкам по данному активу. Еврофунт продолжает снижаться. Вчера обновили также локальные минимумы. Следующая цель по снижению – это отметка 86.72. И ближайший разворотный уровень в краткосрочной формации отмечаем на максимальные значениях вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы по цене 87.52. В том случае, если пара еврофунт сможет закрепиться выше данного уровня, если мы увидим это сегодня, то вероятно начало коррекционной восходящей тенденции с целями роста до 88.36 и 88.82 соответственно. По золоту тенденция нисходящая продолжается. Вчера мы также обновили локальные минимумы. Доходили до уровня 1285 долларов за тройскую унцию. Следующая среднесрочная цель – это 1265. Именно туда сейчас золото и стремится. В свою очередь, отмену данного нисходящего сценария мы получим в том случае, если увидим обновление локальных максимумов. То есть, если золото сможет закрепиться, вернуться в диапазон 1294-1300 долларов за тройскую унцию, то в этом случае будем ожидать возобновления роста с целью до 1325. По нефтемарке Brent общее направление также сохраняется восходящее. Следующие цели роста – это область уже 85, 86 и 88. Среднесрочная цель. Ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимуме 16 мая. Это отметка 78 долларов за баррель нефтемарки Brent. По индексу DAX импульс вчера мы получили. Ушли выше уровня 13 044. И что, в свою очередь, подтверждает сохранение восходящей тенденции. Следующая цель роста – это отметка 13 281. Ближайший разворотный уровень на минимуме вчерашней торговой сессии – это область 12 973. По биткоину коррекционная нисходящая тенденция сохраняется. Следующие цели по снижению – это область 7574. Ну и мы сегодня с утра уже видим торговлю ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 16 и 18 мая, что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей коррекционной тенденции по биткоину. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше отметки 8 438 долларов за один биткоин. И после этого уже восстановительное движение может начаться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...